И он, когда передавал фотоальбом, говорит, все равно придет такое время, что ты попадешь сюда. И, следя за тобой оттуда, я все равно увижу, что вся эта эпопея по альбому пришла в то место, откуда она вышла. Пускай дядь Питя стыдит, что здесь. Знакомьтесь, Юрий Афанасьевич Курогло, житель городка под названием Майский, что в Кабардино-Балкарии. Что привело его сюда, на германскую землю, в город Хемер, неподалеку от Дортмунда? И почему с таким нескрываемым волнением идет он по центральной площади знаменитого парка Зауэрланд? Подмосковная Щелково. В канун 70-летия Великой Победы в Муниципальной художественной галерее открывается очень необычная выставка. Это не картины, не скульптуры, не декоративно-прикладное творчество. Это фотографии. Фотографии из немецкого концлагеря. Их автор – советский военнопленный Дмитрий Алехин. Он сражался за Ленинград. Летом 42-го его часть оказалась в окружении. Раненый, контуженный, Алехин попал в плен. И был отправлен в немецкий лагерь «Шталак-6А», который находился в городе Хемер. Казалось бы, одна из миллионов человеческих судеб, изломанных войной. Но эта судьба оказалась совершенно особенной. В лагере Дмитрий Алехин попал в похоронную команду. Сортировал трупы на плацу и вывозил их на кладбище. Когда стало совсем тяжко, вспомнил о своем довоенном увлечении фотоделом. И решил попытать счастье в лагерной фотолаборатории. Повезло, взяли лаборантом. Стал фотографировать заключенных, анфас и в профиль. И в какой-то момент задумал неслыханное и смертельно опасное дело. А из-под полы, ну то есть одевал шины и фотографировал все эти безобразия, которые творились там. Начиная от тех моментов, когда зубы золотые дергали, ну вытаскивали и в рейхс банки отправляли. На его фотографиях трагическая судьба советских военнопленных. Жизнь и смерть заключенных, зверство фашистов, а позже радость освобождения. Дмитрий Алехин закапывал отснятые фотопленки во рвах, где хоронили умерших. Он не знал, выживет сам или нет, но надеялся, что могилы после освобождения лагеря будут вскрывать и пленки найдут. Действительно, это просто уникальное явление, что узнику удалось сделать снимки. Кто был в концлагере, конечно же, они все понимают, что такое тому парню работать в фотолаборатории. Смерть у него висела над головой постоянно, потому что, не дай бог, если бы фашисты обнаружили, что он сохраняет вот эти снимки, его бы тут же повесили, тут же на глазах у всего лагеря. Он выжил, выкопал эти пленки, лаборатория уже была свободная, он их, ну, как бы, с этих пленок сделал фотоальбом и привез в Россию. В городке Майский у Дмитрия Алехина был сосед и друг Юрий Курогло, тогда просто Юра. Почти 30 лет прошло после возвращения домой, и только в 1974-м, незадолго до смерти, Алехин решился. Альбом с фотографиями он передал этому 18-летнему парню, со словами «Моему лучшему юному другу» и детям своим «Расскажи эту сказку ужасов». Если смотришь фотографии, там именно идут технологии убийства российских, ну, советских солдат. Вот это меня поразило. И, извините, мальчик 18 лет, и такие картинки, видать. Почему же Алехин ждал столько лет? Ответ прост – он боялся. Боялся преследования со стороны властей. Боялся, что сочтут пособникам фашистов. Я ему пообещал, Дмитрию Алехину, что когда-то это все равно публикуется. Но и до этого «когда-то» прошло еще несколько десятков лет. Пока Юрий Курогло случайно не узнал из интернета о дружбе подмосковного Щелкова и западно-германского Хемера. И он позвонил в районную администрацию. Я оттуда узнал, что Хемер и ваш район, Щелково, побратимые. И для меня это было такое, вот, ну, думаю, все, я в точку попал. Я полностью живые фотографии передаю Щелковскому району. Это чудо, что уцелели столь уникальные документы, говорят те, кто понимает. Те, кто прошел фашистские лагеря. По замыслу нацистов подобные фотосвидетельства, ну, никак не должны были сохраниться. И тем более быть обнародованы. Гиммлер в конце февраля направил во все концлагеря письмо о том, что все концлагеря и все документы, и точно-то и узники вместе с ними должны быть уничтожены полностью, чтобы никаких свидетельств о злодеяниях фашистских захватчиков не осталось. И Щелкову просто повезло, что они имеют раритетные документы сохранения тех безумств, которые творились в 41-45-х годах. И похоже, фашисты очень старались выполнить приказ рейхсминистра внутренних дел. До наших дней дошли рисунки заключенных, говорит Инна Харламова, но никак не фотографии деяний нацистов. Сделать их легально было невозможно. Историк у меня брал, тоже центральный музей, он удивился, говорит, на Нюрнбергском процессе снимки есть, но после освобождения. Но чтобы фотоснимки были внутри лагеря, это просто, как назвал, это бомба. Информационную бомбу фотографии из шталага 6А взорвали не только для российских историков, но и для самих немцев. Посмотреть выставку специально приезжал тогдашний бургомистр Хемера Михаэль Эскин, проводивший вместе с семьей отпуск в России. И эти фотографии еще раз напоминают нам значение мира в наше время, что значит для нас, для всех. Спасибо вам большое. В Хемере, рассказал Михаэль Эскин, от мрачных страниц своей истории не открещиваются. Там создан музей шталага 6А. Немцы ухаживают за двумя кладбищами, где похоронены военно-пленные. Ежегодно, 14 апреля, отмечают день освобождения лагеря. Написана и даже переведена на русский язык книга о шталаге. Территория его сохранилась. В бывших казармах сегодня – учреждения культуры и образования. А что, если привезти эту выставку в Хемер? Как ее воспримут современные жители Германии? Особенно, если учесть, что сегодня немецкие историки настаивают, чтобы шталаг 6А не называли концлагерем. Дескать, он не был фабрикой смерти, там не ставили медицинские опыты над людьми и вообще не уничтожали их целенаправленно. Трудовой лагерь, где формировали рабочие команды и отправляли на предприятия горнодобывающей промышленности. Но как же быть с тем фактом, что умирали военно-пленные от непосильного труда по сотне человек в день? В общем, затея с устройством выставки «Победа человечности» в Хемере была сколь благородной, столь же и рискованной. А прежде уникальные фотографии должны были увидеть как можно больше людей в России. Экспозицией заинтересовался Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве на Поклонной горе. Это замечательное фотосвидетельство, которое с одной стороны показывает преступление нацизма, а с другой стороны свидетельствует о несгибаемом мужестве советского солдата, который не утратил воли к сопротивлению, самообладанию, любви к Родине даже в таких тяжелейших условиях, в которых он находился в плену. Увы, даже эта священная для каждого россиянина страница истории, истории Великой Отечественной, сейчас во многом фальсифицируется, напоминает Виктор Скрябин. В том числе подвергается сомнению геноцид населения, жесточайшее обращение нацистов с военно-пленными, организация принудительного труда в лагерях. А фотокадры не врут и убедительно доказывают обратное. И в этом особая ценность проекта. Сейчас, когда мы видим заигрывание с нацизмом, его обеление и даже в отдельных странах героизацию нацизма, не лишним будет вспомнить, чем он обернулся для людей на самом деле. Чудом сохраненные фотографии, сделанные в годы войны в лагере близ германского города Хемер, спустя семь с лишним десятилетий увидели свет в стенах главного военного музея нашей страны. Произошло это событие 22 июня 2015 года, в памятный и скорбный для всех россиян день. Интерес германской страны проявился не на словах, а на деле. В Москву на открытие приехал историк из Хемера Арна Штобзек. Для нас это очень важное свидетельство того, что мы переосмысливаем уроки Второй мировой войны, что мы по-новому смотрим на проблему жертв, на проблему ответственности, в данном случае Германии. И для нас это вот как бы элемент покаяния за то горе, которое было принесено германским нацизмом на нашу территорию. Статус тех событий, статус именно этих фотографий, этих фотодокументов заслуживает того, чтобы быть показанным на Поклонной горе. Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе был открыт в 1995 году, к 50-летию Победы. Ежегодно сотни тысяч российских граждан и иностранных гостей прикасаются к ожившим страницам истории войны, проникаясь чувством уважения к мужеству и героизму защитников нашего Отечества. В фондах музея тысячи реликвий, редких фотографий, картографических и других материалов. А таких, как из шталага 6А, нет. Это абсолютная ценность, это раритет. Вот эти документы, материалы, это новая страница в географии шталагов, в географии остарбайтеров и в целом в той теме, которая раскрывает организацию принудительного труда, военного плена на территории Германии в годы войны. Господин Штобзак подтвердил заинтересованность германской стороны в организации выставки фотографий у себя в Хемере. Для меня это огромное значение имеет, что эта выставка находится здесь, в таком огромном музее, в замечательном музее. У нас есть тоже музей в Хемере, и мы храним там память о сталаге русских военнопленных. Мы стараемся, чтобы наши дети узнали об этом. То, что я увидел здесь сегодня, то есть у нас нет многих материалов еще здесь. Мы будем готовы принять у себя, еще и проработать и показать в нашем музее. Спасибо, спасибо. Хемер – это взаимный обмен школьниками, официальными делегациями. Хемер – небольшой городок в земле Северной Рейн-Вестфалии, округ Зауэрланд, с населением порядка 38 тысяч человек. Кстати, немало русских. В городе есть несколько крупных предприятий, самые известные из которых, пожалуй, компания ГРОЭ, производитель сантехнического оборудования. Главная достопримечательность Хемера – природная. Так называемое скалистое море, древние каменные скалы и пещеры. Город Хемер расположен рядом с горным массивом Зауэрланд. Вот эти холмы на горизонте видны и на фотографиях Дмитрия Алехина, что позволяет без труда определить их принадлежность именно к шталагу 6А. Территория бывшего лагеря находится в самом центре Хемера. Теперь это Зауэрланд парк – огромный парк цветов и прочих растений. Он был открыт в 2010 году после международной выставки ландшафтного дизайна. Здесь работают спортивные и детские игровые площадки, проводятся всевозможные фестивали и концерты. Это любимое место семейного отдыха жителей Хемера. И здесь, в одной из бывших казарн, находится музей поминовения – так называется музей шталага 6А. Глядя на центральный элемент экспозиции, макет лагеря, убеждаешься – архитектурная планировка сохранилась почти в неизменном виде. Смотришь на оригинальный фонтан «Небесное зеркало» в центре площади – окажется, что никакая это не площадь, а плац, куда под грозные окрики охранников-стрелков вермахта выходили на утреннее построение изможденные узники концлагеря. А эта панорама точно снималась отсюда, с холма Юберг, где теперь башня Юберг-Турм. Если вы посмотрите на макет, центральная площадь находится на этом месте. И здесь, где вы видите, находится турм. А на месте, где вы стоите, Ирина, находится башня. Курирует музей шталага члены исторического общества Хемера, в частности, руководитель городского архива Эберхард Томас и Ханс Херман Штобзак – это его сын, приезжал в Москву. Недавно вступивший в должность новый бургомистр господин Хайльман, также подчеркивает значимость знания исторической правды о шталаге 6А. Я невероятно рад, что состоится в нашем городе эта выставка, потому что это очень важно – сохранить память о тех событиях, которые проходили в тихо. Очень долго после войны молчали об этом, как-то история умалчивала. И сейчас, благодаря открытию музея, этой выставке, школьники, очень много школьников посещают. И теперь у них больше, сколько выстрелил русский народ, сколько русские люди выстрелили в этом лагере. Так какая же она, эта историческая правда? С учетом обнародованных фотографий альбома ужасов Дмитрия Алехина, насколько обоснованы претензии немцев не называть шталаг 6А концлагерем? Судите сами. Шталаг 6А – один из самых главных и больших лагеров Германии. Особенно и важен для тех, которые работали в шахтах в русской области. Очень такой труд тяжелый, много из них умерли, были похоронены на местах труда. В годы Второй мировой войны немцы создали 14 тысяч мест принудительного содержания. В них находились в общей сложности порядка 13 миллионов человек, в том числе 5,5 миллионов советских военнопленных. Всем известны не более 20 лагерей, такие крупные, как Бухенвальд, Освенцим, Дахау, а об остальных мало кто знает. Шталаг 6А был создан в 1939 году. Название «шталаг» или «сталаг» означает «лагерь для военнопленных из рядового состава». Изначально здесь содержали неблагонадежных французов, бельгийцев, голландцев, а с осени 1941-го начали присылать советских военнопленных. В округе Зао-Ирланд было 8 шталагов. Все они являлись источником рабочей силы для военной промышленности Германии и подчинялись высшему командованию вермахта. В шталаге 6А формировались трудовые команды и направлялись на угольные шахты Рурской области. Наших соотечественников нацисты использовали на самых тяжелых участках работы. Тех, кто уже не мог работать, отправляли обратно в лагерь. По замыслу командования там они должны были восстанавливать силы. Но как это было возможно в насквозь продуваемых бараках и тентовых палатках, где узники получали очень скудное питание, а медицинского обслуживания порой не получали вовсе? Многие страдали туберкулезом и другими тяжелыми болезнями. Смертность в лагере достигала ужасающих масштабов – более 100 человек в день. Трупы ежедневно вывозили к местам массового захоронения. Шталаг 6А стал для русских, как всех нас называли немцы, адским лагерем смерти. Максимальное количество заключенных в управлении шталагой 6А было осенью 1944-го – более 100 тысяч. Порядка 10 тысяч находились непосредственно в лагере. В музее шталага есть еще один фотоальбом. Его оставил французский военно-пленный. Из него видно, в каких условиях в лагере содержались пленные европейцы. Они получали посылки от Красного Креста, у них была хорошая еда, были даже театр, библиотека и своя газета. На русских же низшую расу в понимании национал-социалистической идеологии действие международных конвенций не распространялось. 14 апреля 1945-го американские союзники освободили шталаг 6А. Он стал временным лагерем для перемещенных лиц. После войны в зданиях казарм некоторое время размещалась танковая часть Бундесфера, а сегодня они имеют исключительно мирное назначение. Здесь находятся детский сад, компьютерные предприятия, спортивный зал, музыкальная и балетная школы, народная школа, а также городской архив и музей. На открытие выставки фотографий победы человечности 11 июня 2016 года пришло столько народу, что в небольшом помещении музея шталага 6А всем едва хватило места. Художники, музыканты, журналисты из Хемера, объединение дружбы Щелкова-Хемера практически в полном составе. Большой вклад внесли в организацию выставки, да и нам оказали помощь в работе над материалом, участники объединения Йохан Эббинг, его супруга Настя, она из Щелкова, кстати, Светлана Щапова. В этой выставке принимали многие участие в работе над выставкой. И это часть нашей работы, объединение Щелкова-Хемера. Также не только дружественные связи показать, но и ужасные события, которые когда-то были в жизни между нашими странами. И очень важно, что фотографии будут показаны общественности. Немецкие зрители остались довольны. Эта женщина благодарит Юрия Курогла за то, что сохранил и показал миру фотографии. А тяжелую тематику встречи раскрасил позитивом русский казачанцам. Я друзей просил казак, чтобы их на чужбине обходили стороной. Как мало прожито, а сколько пережито, всегда повторял Дмитрий Алехин, вспоминая годы в лагере. Именно эти слова Юрий Курогла написал в книге «Гостей» музея Шталага 6А. Вот и завершился этот круг истории. Фотовыставку «Победа человечности» уже видели жители города Щелково. Видели посетители музея Великой Отечественной войны в Москве на Поклонной горе. Теперь их могут видеть наши современники, жители города Хемер, где и были сделаны 70 с лишним лет назад эти фотосвидетельства. Как уже говорилось, принадлежность фотографий к Шталагу 6А можно определить по холмистым пейзажам на заднем плане. Это подтвердили и немецкие эксперты, успевшие детально изучить фотодокументы. Вот, допустим, эти бараки. Однозначно Хемер, мы видим по ландшафту. Это Юберг, это вот Хоу. Для немцев большую ценность представляет и сам альбом, даже пустой. Его Юрий Курогла подарил музею. Оригинальных материалов из Шталага в музее практически нет, только копии, говорит Эберт Томас. Можно посмотреть по состоянию этого альбома, видно, что он жил очень такой напряженной жизнью. Тут есть повреждения от воды, и некоторое время альбом был зарыт в земле. После изучения альбома ужасов Дмитрия Алехина у немецких историков возник вопрос, почему Алехин оставался в Германии некоторое время после освобождения. 9 октября 1945-го он сделал этот снимок на открытии мемориала на кладбище Дула. Но мы, возможно, знаем ответ. Дмитрий Алехин мог найти в Хемере свое счастье. Он был влюблен в женщину, немку, которую называл Юна, вспоминает Юрий Курогла. Но вернулся в Советский Союз, а она осталась в Германии. Юрий Афанасьевич показывал всем ее фотографию, а вдруг жива, а вдруг найдется. Даже в редакцию местной газеты ходил, хотел разместить объявление. Но из этических соображений редактор публикацию делать отказался. Фотографии из шталага 6А добрались до германских зрителей. А Юрий Курогла до города, куда всю жизнь мечтал вернуться, но так и не вернулся Дмитрий Алехин. Вчера, побывав, целый день здесь ходил, по всем местам. И такая аура, то есть легко. Казалось бы, столько крови и слез пролито на эту землю. Но Юрий Афанасьевич отмечает, что у этого страшного места уже не осталось никакого негатива. Чему у него свое объяснение. Что поразило? Что это место передали детям. Они очищают ту местность, которая ранее была предназначена для концлагеря русских военнопленных. Бродя по площади Зауэрланд-парка, Юрий Курогла как будто бы разговаривал со своим старым другом. Он вспоминает, что Дмитрий Алехин был очень добрым. Три года жизни в лагере бок о бок со смертью не озлобили его. Вот я спрашиваю, Дмитрий, ну как там было? Он всегда говорил, Дюра, плохо было. Очень плохо было. Я думаю, да. Третий раз думаю, сейчас сказать плохо. Он говорит, и очень хорошо. А я так думаю, да. Думаю, как, может быть, их кормили. Плохо, говорит. Это голод. Очень плохо. Голод. И очень хорошо выжить. А ведь согласитесь, в этом действительно что-то есть. В том месте, где когда-то сотнями в день умирали люди, теперь растут цветы и играют дети. Родные русские березы шумят вдоль дороги. Одно из двух кладбищ, где хоронили умиравших в шталаге шестя военнопленных, находится неподалеку от Хемера, на холме Дула. Березки на аллее Добра и Примирения ежегодно высаживают делегации из Щелковского района. Самые первые уже совсем большие. На этом кладбище покоятся жертвы различных национальностей. Но большую часть из них составляют люди из Советского Союза. Это советские военнопленные, которые работали в Ружской области. Площадь кладбища Дула – 6,5 тысяч квадратных метров. Оно было заложено в 43-м году. Захоронения осуществлялись массово. Тела складывали в три ряда друг на друга. Конечно, кто где лежит, уже никто не скажет. Но имена военнопленных Шталага, тем не менее, постепенно открываются миру. В интернете опубликованы личные карты. Некоторые семьи из России, узнавая таким образом, где похороненных родственник, приезжают уже с готовой памятной доской. Немецким исследователям удалось установить порядка 10 тысяч имен, в том числе 6,5 тысяч на кладбище Дула. По данным немецкого вермахта, были очень точные сведения от тех, кто здесь похоронен, сведения из личных карт. Эти личные карты сейчас находятся в Русском архиве в городе Подольске. Можно доказать, что здесь захоронены 10 тысяч человек. То есть 10 тысяч имен доказаны уже с помощью этих личных карт на этом кладбище и на другом кладбище в городе Хемера. Точную цифру похороненных военнопленных назвать сложно. В интернете широко распространена информация о том, что здесь лежат 23 тысячи человек. Немецкие историки это опровергают. Они предпочитают исходить из подтвержденных данных. Произведены были исследования. Захоронить здесь 23 тысячи человек не представляется возможным. То есть эти цифры не соответствуют действительности. Сейчас проблема тоже перед ними поставлена. Нужно установить мемориальные плиты, но это 6,5 тысяч имен. Эти имена должны быть написаны соответственно на русском языке и на немецком языке. И для установления этих мемориальных плит нужно место. Поэтому это очень сложная проблема. Они думают, как это все осуществить. Место это священное и для русских, и для немцев. В Бургомистрате Хемера есть целая служба, которая отвечает за содержание мемориала. И не только она. Есть еще школьные группы, которые ухаживают за этим кладбищем. Это обычно за это отвечает реальная школа Хемера. Они приходят сюда и тоже наводят порядок. И я иногда думаю, или это мистика, или это совпадение. Потому что, ну, был у меня 30 лет или 35 где-то этот альбом на руках. И как-то в Москве меня один человек нашел, потом другой нашел. Потом нас соединил с города Щелково. И так вот все закрутилось, завертелось. Рано или поздно, но это должно было произойти. Чтобы был обнародован фотоальбом ужасов Дмитрия Алёхина. Чтобы была открыта еще одна страница истории Великой Отечественной войны. Чтобы мир получил еще одно неопровержимое доказательство того, какими жестокими и бесчеловечными были преступления нацизма. Которые никогда не должны повториться. Ни в одной стране, ни на одном континенте. Многие уже на Западе хотят переписать историю. А куда от этих фотофактов денешься? Ну вот, хоть переписываю, а вот так оно было. Субтитры создавал DimaTorzok